здравствуйте мои уважаемые коллеги очередная встреча с моим уважаемым добрым коллегой с ним сообщаемся очень редко касаемо гончалиев самом деле когда мы говорим о докторе оливье конечно вы сразу можете вспоминать какие-то темы которые вам может быть из детства может быть ваши родители говорить может быть сами в этом говорили что это человек который немножко вот так называется человек легенды и не сильно это люблю потому что легенда всегда они опуск немножко не настоящим случае мы имел дело человека настоящим для меня очень приятно то что я уже много раз об этом говорил что хозяин магомедович для меня это человек который уже достиг того уровня который я имею право называть все таки это тенденция это некое стремление которым каждый из нас должен быть но все таки сегодня я бы хотел поговорить немножко только как человеке человека все начинается но потом уже все остальное человек лечит врач не лечит человек который становится врачом здесь получилось как-то очень взаимосвязанно но с другой стороны я сегодня хотел бы поговорить о такой теме весьма специфической и своеобразной а именно это творчество потому что когда-то мою пытность меня в школе учили рисовать в общем я умею изображать схемы я прекрасно вижу символику я прекрасно разбираюсь в геральдике но геральдика это немножко другая геральдика это то что было осознанно для тебя конечно прекрасно вижу символику ту которая быть может или которая существовала когда человек начинает рисовать немножко другая человек который создает что-то которая видит новое пространство и это не совсем геральдика то что хасай магомонтаж создал для себя для нас чтобы сказать вид творчества потому что здесь свои цвета неопределенно весьма своеобразные камни других цветов там есть состояние они музыкально они весьма музыкально я бы даже сказал большее что я картины которые уважаемый коллега рисует музыкально это музыка больше чем рисунки потому что здесь слишком многое связано хотя в рисунках здесь связано еще гораздо больше и слуха можете это понять а еще один момент очень интересный интересные характеристики данном случае когда смотришь на чем волей-неволей понимаешь что здесь он в силу своих каких-то вот возможностей своего опыта по их каких-то прежних отношений смог вот так вот отразить выразить объяснить тут человека или суть даже не человека больше архетипов вот в картинах с вами иначе я вижу больше архетипов это то что свойственно большим части человечества то что он смог немножко поэтому наверное сегодня по поводу трубки который он закурил да love немножко это связано с тем что может быть съемком тоже выберут что всегда говорю что бессознательным у нас во двадцатом виде занимались 3 угадо фрейд который зễ нас индивидуальное бессознательным это юнг который занимался к алексии на бессознательным это за внешаемо же сонде который занимался родовыми сознателен данном случае мы видим очень интересное пресечение потому что я всегда очень внимательно относился к корням человека. Касаем Магомедович из Дагестана. Вот две национальности, они очень интересно пресечены, безусловно, с уважением относились к этим национальностям, к этим народам, которые проживают. Это наши родственные, наши близкие народы. И на самом деле важно немножко другое. Знаете, вот когда сталкиваешься с людьми, которые мы можем называть Востоком или близким к Востоку, являешься к тому, что это люди очень добрые. И особо относящиеся к тем, кто к ним приходит за помощью, к тем, кто к ним приходит для того, чтобы их править. Здесь вот этот момент очень важен. И мне кажется, это очень интересно пресечь, но я не говорю абсолютно, что другие национальности не такие. Национальности чудесно. Интересно, как бы сказать, просто у каждого из нас в национальностях есть и все-таки мы должны ориентироваться на плюсы, на положительные, на то, что важно им, что-то существо. И вот если посмотреть, допустим, на творчество Касаи Магоневча, вот внимательно посмотрите, я, конечно, сейчас нарочитую не буду. Вот, посмотрите на цвета. Мерки. Но там всегда наличиствуют некоторые моменты. Моменты — это эмоциональное состояние. Здесь ещё я могу сказать одно, что это подсознательное, работать бессознательным с подсознательным. Это работа с пациентом. На самом деле, эти картин, которые... Это состояние, которое человек, который смотрит на эти картины, постепенно наступает некоторое период, когда он начинает выздоравливать. То есть врач, во всем, что он делает, остается врачом. А все-таки Касай Магомедович, вот как он выбрал для себя свой стезю, хотя мне кажется, это, наверное, не базовая стезя, потому что... Простите, Касай Магомедович сейчас не слышит. Вот я был, в самом деле. Хотел так сильно нахваливать, потому что... Я говорю о том, что... Там мы говорим о способности, о знаниях. Все-таки доктор Алиев для меня человек как преобразец. Как преобразец. Это и мудрость. Это возраст. Возраст, который мудрый. Мы знаем разные возраста. В данном случае для меня это очень важно. Касай Магомедович, прошу прощения за то, что я говорю эти нехорошее. В самом деле, я еще раз просил вас, это не слышно. Поэтому, ну вот как уместно, как угодно. В данном случае могу сказать еще один момент, весьма важный, весьма существенный. Вот это умение слышать, умение чувствовать удивительно то, что, насколько я знаю, биографию доктора Алиева, это не было сразу проявлено. То есть это пришло постепенно. И здесь мы можем вспомнить, может быть, в принципе, компенсации, потому что это что-то, чего-то мы лишаемся, что-то мы вряд ли. И здесь волей-неволей задумываешься о том, что может быть в этом есть какой-то загубок. Потому что я вот когда-то, мой папа говорил давно, «Тент хитр, ленив и прожорлив». И я такой, на самом деле, просто как русские говорят, пока грома грянет, может не перекреститься. Пока не наступит какая-то цена. Мы не будем себя развивать. Хотя вот по поводу доктора Алиева, я не уверен, что это же именно так. Но на самом деле компенсация, она весьма важна. Потому что, если бы чего-то не случилось, это не было настолько сильно выражено. И самое главное, насколько я знаю доктора Алиева, мне кажется, он вообще вне суток работает, вообще вот практически без сна. То есть вот, Магомедович работает, постоянно. И мне это удивительно, потому что, интересно, человек нацелен на помощь другим, ожидает, нуждается, хотя мне даже больше важно, не то, что нуждается, а ожидает. По картинам здесь немножко другое. Это гораздо мудрее и интереснее. Ожидать это, знаете, такая история весьма... Пролететь в картине, не впадает, включается в некоторые трансовое состояние, в котором он может себя в состоянии ремеси. Вот вам и суть. Все. Начинь, я завершаю мое интро, мое вступление. И, безусловно, хотел бы услышать немножко с точки зрения доктора Олива, Иосифа Магомедовича Олива. Я думаю, многие из вас его знают прекрасно, но все-таки мне было бы интересно сейчас, что мы немножко поговорили именно о творчестве, о ваших картинах, о том, как вы к ним пришли, о том, что вы чувствуете в них. А для меня еще более важно, даже не в них, а как вы чувствуете в людей и посредством них создаете ваши картины. Дмитрий Анатольевич, для меня большая честь, что вы со мной разговариваете, потому что я смотрел много ваших материалов. Для меня вы не только добрый, отзывчивый человек, но и выдающийся специалист. И это очень для меня важно. Потому что каждому человеку хочется найти братьев по разуму, не только там во Вселенной, но и на Земле. Это очень важно, потому что мы все находимся как бы в своей доминанте, слышим только то, что нас волнует, и мы не слышим собеседника. А вот когда я с вами разговариваю, я вас слышу, потому что вы так адекватно рассказываете о человеке, о Юнге, о Фрейде, да о разных специалистах. Вот сейчас, когда вы про меня стали рассказывать, я прямо воспылал таким ощущением энтузиазма рассказать действительно то, о чём вы меня спросили. мне показалось, что это действительно людям важно. Ну, в первую очередь, я скажу, что курю я-то в 10 раз меньше, чем раньше, потому что я перенёс тяжёлую операцию на шее, после падения на гололёде. И я когда рассказываю об этом, я никогда не стесняюсь это сказать, что я врач, что я психолог, и при этом я перенёс травму шеи, упал на гололёде. Ну, с кем это не бывает? Это бывает, скажем, другое дело, как использовать вот это состояние. Мне, например, это помогло лучше сосредоточиться на моей работе. Теперь я трачу меньше времени, теперь я не хожу уже 5 лет на улицу, потому что не могу физически из-за травмы, я тяжеленный инвалид. И всем своим пациентам или собеседникам, которые чем-то занимаются, я говорю, вот смотрите, вот у меня такой минус, у меня такая инвалидность, у меня такой страх, часто влияние погоды на меня действует, у меня судороги. Я всём это могу спокойно сказать, потому что я научился использовать эти минусы во благо для своего здоровья и для творчества. Для творчества. Вот сейчас, например, я очень горжусь тем, что я в учебнике по физкультуре. По физкультуре для 10-11 классов профессора Матвеева Анатолия Петровича. И там есть моя синхрогимнастика по методу саморегуляции «Ключ». Я уверен, что наши дети и правнуки будут здоровее и счастливее, чем мы, потому что они, пользуясь этой синхрогимнастикой по методу саморегуляции «Ключ», будут меньше курить, меньше заниматься чёрт-и-чем, на чём мы, взрослые, уже набили шишки, и мы теперь можем поделиться своим опытом, и молодые теперь могут нас услышать. И вот эта синхрогимнастика – это тот способ, с помощью которого можно достучаться до следующего поколения. Потому что я там говорю, вот есть миллион различных упражнений, а вы подбираете себе то, которое вам проще всего и хочется продолжать. И вот этот критерий заменяет нам гуру, заменяет нам тренера, потому что мы можем самостоятельно, перебирая разные эти упражнения даже в уме, и пытаясь их мысленно делать или делать практически по 10-15 секунд, перебирая их, найти то, которое нам подходит, резонирует синхронно с нашим текущим состоянием в моменте. И оказалось, что это упражнение, которое именно нам адекватно в моменте, оно и снимает сразу весь стресс, оно и выводит нас из состояния шторма в голове, страха, паники, неуверенности, выводит нас на состояние глубокой душевной безмятежности, состояние близкое между сном и бодрствованием, это состояние, я так называю, нуля, Будда, мне кажется, именно это состояние тысячи лет назад назвал нирваной. А когда в нирване я думаю о проблеме, которая меня волнует, ну, например, как-то рисовать картину или помочь пациенту, когда я там думаю в этом состоянии, то эта нирвана трансформируется в поток, о котором говорил Чиксен Михаи, о теории потока. Вот этот поток, когда я, ну, если говорить о психофизиологии, нейрокибернетики, стресса, то я в этот момент действительно весь обрастаю потоком ассоциаций в русле этой темы, которые помогают решить мне эту задачу, этот вопрос, эту проблему. Я как бы работаю с техникой вот этой работы с подсознанием. Итак, нирвана безмятежности, состояние нуля между сном и бодрствованием, и поток, в котором задача решается. Я думаю, что вот этот поток и это нирвана, я думаю, это два базисных момента. Например, Тесла говорила о встрече с абсолютом. Мне кажется, это и есть абсолют, потому что он продолжал думать о своих волнующих вопросах, о своих изобретениях, встречаясь с этой безмятежностью, переходя в поток, и поток дарил ему ответы на его вопросы. И поэтому он такой мощный изобретатель. И поэтому я не дружу с Тризовцами, которые теория разработки изобретательской задачи, мастера Триз, мои друзья, которые учились у Альтшулера в школе Триз. И самое главное, что мои друзья, вот мне Калошин, например, говорил, когда я ему показал идеомоторные приемы, и он вышел на это состояние безмятежности, он говорит, так Альтшулер же нам про это рассказывал, какое состояние нам надо иметь, чтобы не было психологической инерции, чтобы мы могли создавать изобретатель, открытие, создавать изобретение. он говорит, вот же о чем он говорил, а теперь я практически это почувствовал, вот это мне очень радует. По Фихте, по Йоганам Котлево Фихте как раз творец перед тем, как что-то создать, должен пройти этап помки учений для того, чтобы тело человеческого. И вот когда он все это преодолевает, он несколько времени дает возможность вести глоток гармонии. Этот глоток гармонии каждый из нас, каждый из творцов способен к этому. Он в определенной степени может это выразить впоследствии того, что ему дано Божественной природой, природой, неважно, природой. И когда человек это реализует настоящему, мы говорим, что это произведение настоящее, потому что по филокусу настоящее произведение имеет примерно challenges. Когда мы смотрим на картину, говорим, эта картина, это говорит о том, что это не глоток гармонии. Когда мы говорим о философском произведении, мы говорим, что это некая попытка объяснить чего-то, это философской в ряде случаев мы понимаем что какие-то вещи много разных 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 подходов они многогранные по эффекты истина равно как и божественный глоток гармонии он многогранен и здесь нет единого и всегда множество разных граней почему многогранник делал один проект которые попасть на зло многогранником потому что другие грани так каждого человека есть разные грани и на самом деле это было весьма любопытным потому что действительно люди которых знали привычных ипостасях давали разные грани эти грани считают что это наверное достойными приличными хорошо как-то на самом деле получалось на мой взгляд это главный ипоста человека чего может допустим глядя на ваши картины и воли не пусть неволе и понимаю что возможно начало шло именно из компенсации страны и способности суть проблемы человека видеть суть когда-то я вам сказал спереди попал души медицина когда вы рисуете картину мне кажется вы рисуете то самое состояние которое связано с ремиссией выздоровление то самое что бывает важно для человека тонко подстраивайтесь под каждого человека видеть прошу суть старайтесь в определенной степени подстроить так посредством кстати вот ваша картина для меня повторюсь я совсем не культуролог я психолог моя интерпретация картин абсолютно не претендует на абсолютно что-нибудь еще как вижу так меньше вот в данном случае картины яркие вот там есть танцы потому что если внимательно мы можем увидеть внутреннее состояние человека переживания и самое главное там не болеть и по не болезнь присут при сути восстановление вот в данном случае для меня интересно врач который постепенно и через ценное количество времени пришел к тому что стал рисовать стал рисовать то каким образом можно помогать людям даже посредством своих картин вот это для меня очень интересно к самым просто а вы можете рассказать как вы пришли к этому когда вы впервые начали рисовать чего все началось собственно говоря потому что и абсолютно убежден что вы наверное обучаясь в медицинском институте или в университете изначально может быть даже и не каким образом не воспринимали себя художником наверно я кто знает потому что генетика все-таки преобладает и что дмитрий анатольевич дело в том что я никогда не думал что я художник абсолютно потому что мне искусство вот это высокое казалось что она там а я здесь и никакой связи нет потому что нас водили по музеям показывали это высоко искусство и все мои но школьные товарищи с которым мы ходили они кивали головами да это шедевр шедевр а я удивлялся почему я там никаких шедевров не вижу потом прошли годы я понял что у них просто обезьянья рефлекс работал им говорили что шедевры они так и говорили да шедевры потому что какие они были тогда и какие они сегодня я знаю и только сейчас я понял что это шедевры когда сам взял кисточку попробовал нарисовать солнышко я увидел как это не просто что в каждом движении кисти в каждом мазке целая судьба человека они просто кивали головой потому что инстинкта подражания работал а теперь у меня работа это момент творческий и произошло это потому что однажды я делал свои упражнения вот эти идиомоторные в этот момент выходишь из стресса выходишь на самое себя где отсекаются все страхи шаблоны мышления авторитеты комплексы подражания и так далее в этот момент я задумался вот бы я нарисовал такие шедевры чтобы все люди приходили и дивились какое диво я сотворил и в этот момент когда я делаете идиомоторные упражнения вдруг я почувствовал мечтая об этом что блок вот этот который тормозил думать о том что я могу рисовать исчез появилось ощущение но хочешь рисовать рисую кто тебе мешает то есть вот эта стена между мной и моей мечтой как бы моим сомнением вот этот весь комплекс он как бы упал я взял кисточку стал рисовать а потом через некоторое время через год буквально у меня была выставка 400 человек ко мне пришли я рисовал с чувством что у меня получится а потом и так начала получаться потому что не было вот этого блока неуверенности потом я сыну олену своему сказал я гурина давай через год выставку сделаем он говорит папа а мы же не художники ну теперь вот художник теперь у него много выставок я имею ввиду то что нам просто мешают некая внутренняя неуверенность что ты это можешь вот я знаю такой был психолог рэйков владимир гранитович рэйков который внушал детям гипнозе что они великие художники они они лучше рисковали потом я понял что можно без всякого гипноза снять этот зажим снять этот зажим подбирая действие синхронное текущему состоянию моменте они как раз и снимает вот этот плот внутренний освобождает человека создает у него чувство внутренней уверенности открывает эту гармонию которая в каждом из нас в каждом из нас в каждом человеке творец в каждом из нас и поэтому у меня есть приятель который мне говорил мы тебя знаем как хорошего специалиста ты психофизиолог нейропсихолог врач ради бога я тебя прошу когда ты с кем-то знакомишься никогда не говори что ты еще и рисуешь потому что получается что ты не серьезный человек а потом я понял чё дело оказывается он просто не чувствует живописи он просто не чувствует живописи потом я понял почему он такой крутой математика при первый миллионер был первый профессор был у себя там белоруссии я понял чем дело он просто этого не чувствует зато он чувствует другое то есть его творчество в другом он готовил там математиков превращал их программистов и они создали там за рубежом целый какой-то центр он заработал миллионы дело в том что каждый из нас творец ну как вы сказали о гранях вот именно каких-то гранях он более реализован каких-то менее реализован но я мульти дисциплинар ник то есть я и пишу книги пишу картины готовлю чемпионов мира я был в китае на олимпиаде я готовил национальную сборную по парусному спорту я им помогал вот у меня был там случай там один парень говорит у меня через два часа гонка меня трясет пойти что ли массаж сделать я говорю слушай ты встань говорю если тебя трясет потрясись как следует помоги инстинкту своему потому что пойму убеждению тряска это просто повторяемое действие на высокой частоте а повторяемые движения снимают напряжение и он потрясся потрясся потряс его так стоял потом сел и потом мне говорит слушай а чего все так не делают я говорю ну потому что не знают он горит всякий страх пропал потому что он совершил действие синхронное текущему состоянию моменте если его трясло надо потрястись если хочется зевать надо позевать хочется плакать надо выплакаться у людей вот это вот противоречие потому что культура нас воспитывает держать себя в руках а инстинкты защитных реакций они нам нас требуют что-то сделать покричать парать поматериться поразмахивать руками что-то такое схватиться за голову стонать там и так далее а культура нам говорит веди себя прилично и вот у нас противоречия я поэтому придумал такую как говорится игру побудь с собой пять минут день побудь с собой закрой дверь и делай все что ты хочешь пять минут день и чтоб тебя никто не слышал чтоб тебя психиатрию не отвезли потому что они же не поймут что это новый способ синхрогимнастики закрыл дверь и даешь себе от души сделать все что у тебя на душе лежит и потом у тебя наступает такой мозговой санаторий тебе становится так хорошо что тебе становится все под силу а в жизни веди себя культурно в жизни нехорошо мотать головой или стучать ногами или бегать туда-сюда по комнате это дело за закрытыми дверями пять минут день будь собой будьте как дети и спасетесь расскажите пожалуйста когда впервые началась вот эта тенденция это стремление рисовать откуда эта цветовая гамма которая вам очень свойственно действительно она отличает ваши картины картин других дружбников многое но картин я обычно чувствую я хочу показать я хочу показать картину на которой вы как волшебник там выглядите вот я вам покажу это одна секунда это я писал своему другу Марку и там очень такое показательное есть действие сейчас я покажу два 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 четыре два три два три просто общаться с человеком плюс наше жизнь эти вещи сейчас мы ее поставим чтобы видно такая большая она очень тяжелая потому что здесь очень много слоев я ищу то что я хочу выразить это многослойная густая живопись я это уже версия наверное 20 то есть под разными слоями под разными углами она была совершенно другая еще полгода назад совершенно другая слоем я вот ищу ищу потом я нашел а это потом я нашел это потом нашел улыбку вот эту шляпу но это я пишу пока там душа не появится познать у меня какая-то странная ассоциация помните портрет дориана грея до я прошу обратить внимание на один очень важный момент а цвета какие цвета если это очень яркий глаза там есть очень интересное сочетание гипнозе есть своеобразие такое когда как бы сказать перегружаем сознание даже подсознание посредством разных очень ярких цветов когда человек впадает транс здесь это не тот транс это совсем не та история есть цвета очень ровные здесь просто немножко акцентурируется внимание на отдельных участках допустим глаза посмотрите вот там немножко больше то что вокруг вот это тоже тема весьма любопытная потому что по-разному можно воспринимать давайте сейчас я не буду все это в должной степени просто могу сказать что одно что окна домов и у него на пиджаке тоже окна домов но так вот и сделал самое интересное что я цвета не чувствую я его ищу прямо на холсте я заранее не знаю какой цвет положить только когда я положу я вижу лёг он или не лёг поэтому я придумал когда я обучаю художников начинающих я им говорю чем больше ошибок тем богаче живопись делая ошибки делая ошибки потому что человек боится делать ошибку а я его раскрепощаю это и есть синхрогимнастика снять зажатый снять блоки снять стереотипы я ему говорю чем больше ошибок тем богаче живопись и поэтому он уже начинает смело рисовать и цвета начинают появляться и ложится потому что в каждом из нас гармонии просто у нас много стереотипов и шаблонов мышления их надо снять надо быть смелым на рисовать смело и с любовью как делают это маленькие дети но но вот здесь есть один момент это картина доктор это раз второе по картинам очевидно видно это доктор который владеет акупунктурой это два это доктор который знает болевой зоны болевые точки осознанно интуитивно но он их знает он их чувствует и когда доктор говорит что совершаете ошибки это вызывает дополнительный вопрос потому что но если врач я понимаю что на самом деле все идем через преодоление но на мой взгляд все таки здесь вот в картинах это не ошибки другая история тема когда тонкая в чувствование в составе чувствование в состоянии в переживания и в определенной степени мне кажется очень неплохо объясняете состояние людей с которыми вам приходится работать но это моя точка зрения повторюсь как бы да я здесь не претендую на абсолютную объективность и так далее просто привык как психолог видеть картины немножко по-другому я вам еще скажу дмитрий анатольевич я человек по природе потому как я внук своего дедушки я очень добрый и отзывчивый и поэтому когда достоевский говорю красота спасет мир что значит красота не всякому понятно на вкус и цвет товарищей нет а доброта спасет мир и я в этом абсолютно уверен что это более доступное слово чтоб переживательность но собственно и будда сострадательность и все религии стоят на том что люби ближнего весь вопрос что хотя это тоже тема очень вот полгода назад с моим однокурсником внутренним донцовым или передачи посвящена любви начинались античности личности и потом пришли своеобразно может вовь это по большей части сказать создание всемирное потому что любит этому стремятся но те кто пишут и создает об этом прекрасные произведения чувствую личную жизнь из волей-неволей приходишь к вопросу что есть любовь вот все таки на мой взгляд как я постепенно но знаете для каждого из нас это каждого свой индивидуальный путь что такое пусть это когда ты чувствуешь счастье от того что он человек другим людям другие другие люди становятся лучше вот это если вот когда ты чувствуешь что ты благодаришь себя другим людям для меня наверное это базовое определение любви а остальные определения я люблю тебя за то что ты меня любишь на мой взгляд у нас стичны которые смотрят зеркало все переживательность сострадательность и то есть любовь когда ты не можешь быть спокойным если другому плохо любовь это не значит эмоциональное чувство любовь это не эмоции любовь это отношение отношение личности к чему-то большему ну мы все к чему-то большему стремимся от этого завис масштаб личности например есть человека которому больно когда на другом конце планеты мучают детей ему больно можно сказать что переживает он любит он содрогается он хочет им помочь это есть любая ближним они в том смысле что хочется обнять или хочется поцеловать это любой слово такое многозначное это же ведь автор теории стресса уже тоже начал с вопросов стрессе кончил тем что занялся этикой вопросами нравственности и мы все мы все и вы и я и наши коллеги мы все или из гипноза выходим или из нравственности выходим мы все связаны одной и той же проблемой как быть человеком человек не может быть не творцом человек не может быть не сострадающий и чем шире масштаб мышление страдай за себя страдаешь за брата страдаешь за семью страдаешь за город страдаешь за отечество страдает за человечество чем шире душа тем больше она полна страдания то есть любви е bedroom и полное страданию сердце полной любви да это как раз такие люди которые страдают за все человечество у них масштаб мышления шеи они художники лучше здесь я просто немножко дополню если для вас будет важна эта тема ганса селья автора теории стресса есть прекрасная книжка который я вас обращаю напрямую она есть переводе называется на от мечты к открытию соответственно я думаю вы получите удовольствие от этой книжки вот с точки зрения по раз вот этих объяснений хотя то что мой уважаемый коллега говорит по поводу того что любовь есть страдания как у нас на севере говорят однако вряд ли вот здесь я могу чуть-чуть не согласиться страдания и сострадания немножко разные это другое вот со страдания согласно я бы я за это говорю я об этом говорю значит вот этот более тонкая постройка оказывается более точно картина как выпустить пар вот когда человек делает подбор действий сихронных текущему состоянию в моменте снимается стресс он выпускает пар и выходит на состояние нуля то есть нирваны безмятежности я на образе чайники это показал вот крышку чайника снимаешь его человек все время в напряжении ему нужно выпустить пар я ему говорю закрой дверь чтобы тебя никто не видел не слышал и делая эту синхрогимнастику подбирать действия синхронный текущему состоянию это как а он уже забыл чего он хочет он не знает чего он хочет его со школы учили веди себя прилично держи себя в руках и он не знает чего он хочет я говорю а ты хочешь сейчас плакать он гадать так плачь это что можно а зачем я группа выпусти или хочешь трястись трясись пар выпустил пар потом сидит такой безмятежности говорит как давно я себя так хорошо не чувствую вернулся к себе вот это выпустить пар чайник такой вопрос нижнем правом углу это анатомическое или все-таки что-то другое что это означает игрушку как лимон елочный сделал для того чтобы показать на контрасте вот эти глаза важные вот это главное здесь не анатомическое нет это я просто сделал как лимон как игрушечка какого-то это игрушки на елочные веточки висят под новый год и и надо видеть близко и так нет и так на на определенном расстоянии я сейчас еще совсем интересно вот такие вот нагнетание эмоции вокруг фиолетовые какие-то на идут немножко другое хотя глаза немножко обозначены но есть более обозначены допустим губы то есть там эмоции ли нос допустим почему я обратил внимание на нижний правый угол врачи то спросил по поводу физиологии воли может быть какие-то моменты могут быть связаны потому что все-таки простите рисует доктор а доктора виднее гораздо ближе все эти слишком все знакомые понятно так а я теперь покажу как говорится одна из лучших моих картин называется ангел велосипедист вот колеса сансары колеса сансары эти колеса назвал мой друг роман газенко он психолингвист он говорит это же колеса сансары вот ангел велосипедист с благою вестью к нам катится а здесь фонарик видите и ассоциация это два колеса разного времени а человек находится в третьем времени и его фонарик это еще одно освещение в четвертое время получается такое пересечение времен хотя то что связывает его с этими двумя временами это темные ноги которые более-менее как-то вот связаны связывают его с чем-то случае я прошу просто обратить внимание на цвета цвета 10 очень разные и самое главное ярких цветов здесь самое интересное допустим здесь цвета достаточно казал эмоциональная они опять несколько приглушен спокойнее казалось бы но они достаточно ими достаточно сильнее а это у меня девушка мы рисовали эту картину не я один в формате коллективный разум я изобрел такой формат когда обращаюсь потенциальным участником коллектива в интернете и говорю рисуем вместе я начинаю рисовать они мне комментируют они подсказывают глазки сделайте по поглубже цветочки сделайте поярче или кто-то там пишет одна из дам а что это у нее на голове такое и для меня искусство мое творчество это тест я могу по этим комментам определить кто сейчас в невротическом состоянии кто сейчас состоянии нормы и кто сейчас состоянии душевной внутренней щедрости готов сотрудничать у нас возникает мозговой штурм у нас возникает синергетическое общение и в результате создается шедевр это формат коллективный разум я так учу наших участников нашей школы чек будущего хомофутурус коллективному творчеству а картин является примером так можно за задачу какую-то решать изобретательскую или какую-то другое дело делать совместно на фоне этих картин мы так обучаемся сотрудничать а я сейчас вам покажу интересно у меня в гостях была известная актриса у нее такое прозвище она играла баба-ягу людмила артемьева она у меня была в гостях и первый раз жизни взяла кисточку я и показывал как рисовать то есть она рисовал совершенно не задумываясь я сказал пиши что в голову придет пиши что в голову придет чем больше ошибок тем богаче живопись и вот мы с ней за буквально несколько минут сделали вместе вот это я держал кисточку справа она стояла слева и мы вместе рисовали а сам я так и думал кто и так от любовь артемьева просто у меня были варианты на всякий случай решил перепроверить до людмила мера вот у нас это самила простите минуту дармила артемьева днил днил северный север да она играла баба его но у него десятки фильмов там разная на ребенка и сразу увидел но у меня была ассоциация может быть я ошибся и вот как-то я не это много разных ролей таких вот своеобразных да да она баба и самое главное мне потом когда смотрели эту картину опять же формате коллективный разум сказали а куда же вы птичку сделали 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 здесь добавьте птичку здесь была птичка я ее потом замазал случайно а мне подсказали вы восстановите птичку здесь поскольку она уже отъехала у нее сейчас опять съемки я не могу без нее это сделать и поэтому я жду когда любила опять ко мне приедет рисовать и я ее попрошу что нам подсказали вот здесь птичку сделать это дано заиграет другим цветом знаете у меня сразу возникла ассоциация я сейчас решил немножко проверить с касаемо гоночем бывает когда очень интересное озарение мы начинаем с ним общаться и находим какие-то интересные пресечения чтобы сейчас мы заговорили о викторе мертельной а у нее на портрете как раз профиль немножко более такой грузинский почему-то сразу стал проверять но пока ничего не нашел не знаю может быть и не так вот я не о том что там никто-то из грузин есть в роду но просто интересно что вот скоба вот этот подбородок и нос они у нее отчетливо зафиксировали тоже интересно но вот материала пока этого не вижу хотя вот я уже привык к тому что когда мы чаемся с моим уважаемым коллегой периодически вот находятся такие очень своеобразно ага решение которое казалось бы очевидно очевидно боковом месте не общаемся постепенно вот такие вот озарения не так вот это вот а вот эта картина я не хотел сказать особо это котельно называется и участник события и его свидетель то есть именно это то состояние нуля когда человек одновременно в событии находится в ситуации и одновременно вне ситуации но кто понимает что такое теорема гёделя понимает об этом сразу когда в общем об этом потом когда-то можем поговорить мой друг физик ядерщик острицов которые сейчас как раз таки добивается чтобы его подходы использовали для сохранения энергетики в стране как раз таки тоже любят теорему гёделя я тоже люблю теорему гёделя потому что в любой достаточно мощной системе есть некая фраза или что-то которые средствами данной системы недоказуемо и надо выйти из неё выше посмотреть со стороны и поэтому чтобы человек мог решить какую-то проблему которая его гнетет ему тоже надо посмотреть со стороны как художник отходит от холста надо от проблемы отойти в сторону и выше вот это есть состояние нуля это состояние когда мы отходим вот она переживает она здесь в событии вот слезы текут и со стороны смотрит одновременно вот это есть другая ассоциация это моноколи даже булгаков использовал когда-то когда не того чтобы смотреть это моноколи до первое а второй момент с чем мы здесь сталкиваемся очень интересно у вас очень во многих картинах красные лоба женских образах красного лоба красные то есть это чувственность вы везде и определяете обратите внимание в картинах очень аккуратно там нет вот таких вот ярких каких-то чрезмерных эмоций все очень издержанно у меня а у меня метафора у меня метафора у меня не конкретно прописано что-то у меня человек и среда они как бы человек в среде как бы в космосе это метафора то есть каждый там может видеть послойные потому что я не люблю писать если пишу дом я не пишу его конкретно то есть понятно что это не дом на улице какой-то дом номер четыре там или что такое или если я рисую галстук я рисую так что это галстук на все времена а не какой-то именно галстук тридцатого года именно такой вот черно-синий или какой-то это метафорические картины поэтому у меня товарищ был его сейчас нет он уже взрослый был нашел уже лучший специалист был он был советник и пушкинского музея он был искусствовед очень серьезный член корреспондент и он мне написал на мои картины заключения что у меня магическая живопись что это как раз таки перекрестие конкретного и не конкретного вот это вот детали и общего когда конкретная и вечность перекрещивается но метафора вот поэтому у меня есть и метафоры тоже вот например у меня есть такие слова когда нормальные люди соберутся даже не имея исходной темы все равно придумают что-то интересное но стоит затесаться среди них хоть одному примитиву все усилия уйдут как в песок да и хлопот потом не оберешь я могу одно сказать что по поводу картин все таки магическими картинами это слишком магическое мышление небоском не целительно здесь вы очень тонко чувствуете и состояние переживания эмоции которые людям свойств настраивайтесь здесь конечно это ведь маска самое главное здесь вот нет ярких кроме губ только женский образ это губы да то есть вот нет ярких цветов то есть они все довольно ровные все достаточно такие аккуратные держим они дают некоторую важную гармонию я сейчас вам покажу еще одну картину которую я еще не дописал описываю что у нас смешная называется последняя рюмка она смешная это мужичок у него большие усы он держит бокал в руке что-то венгерское такое впечатление какой-то венгр похоже правда глаз мне надо правильно доделать я вот сейчас ищу как время чтобы немножко дописать кстати говоря я понял почему вот у рублова например вообще интересные вещи сейчас скажу это последние дни я такое дошел почему они там молились постились перед тем как иконы рисовать потому что они искали в себе состояние вот это синхрогимнастика который у меня есть это тоже поиск в себе состояние которое нужно для того чтобы решить ранее нерешаемую задачу то есть ты в себе отражаешь то что-то хочет решить вот этот инструмент должен настроить себя так чтобы это состояние с приживом на экстанте говоря по поводу вот этого матьяра которого есть еще матьяра буду называть простите вот в данном случае у него в руках не рюмка это не рюмка на самом деле это песочные часы отлично отлично вот это и есть созвучие спасибо большое это вот это именно ты называется синергетический диалог вот прекрасно мы создали с вами сейчас новое действительно я здесь немножко это сделал намекнул вот на самом деле у хасана магомедовича очень интересная картина с точки зрения черных повторюсь цветовых сочетаний ровно недостаточно же не броски аккуратно и но когда вы включаетесь когда вы видите не живьем а картину конечно самое важное видеть жильем это чувствуешь и картину и авторы и состояние переживания и вторая кого-то сложников словно говоря которые рисуют с фотографии там это вот условно говоря такое творчество немножко в данном случае просто здесь можно чувствовать состоять знаете у меня все-таки вот первая ассоциация которая происходит она весьма неуместна она совсем не очевидно она вообще здесь ни при чем но первое что приходит в голову почему-то там рубили у меня в зависимости от настроения бывает по разному я могу быть похожим где-то на кого-то живописи и в новеллах тоже быть похожим и не похожим то есть вот где-то бывают от настроения зависит я потом еще заметил что самые лучшие штрихи в картине у меня получаются на рассвете вот когда я между снова бодрствования а какое время 4 5 6 утра когда именно то 6 6 7 утра вот примерно флорен иконостас флоренского там как раз отописывать я как я знаю вот если картина у меня не получается не получается я делаю хлёст делаю лыжника шалтая болтая хожу по комнате пою песню мой друг рахман один из лучших цветников москве был тоже ходил по комнате пел мугаму я грачу ты ходишь по комнате мугаму поешь раскрепощаюсь говорить вот я тоже понял я делаю эти упражнения но если все равно ничего не получается я знаю что у меня получится потому что если она рассвете возьму кисточку я как говорится последний мазок сделаю и все станет на место то есть вот это вот время о котором мы говорим на рассвете она между сном и бодрствованием и там ближе к нулю и лев николаевич толстой на рассвете писал насколько я знаю в это время как раз таки человек флюктуировать между сном и бодрствованием дрейфует и в этот момент попадая в ноль у него отсекаются шаблоны страхи комплексы эго уходит по существу это медитация и вот та комната в которой пять минут день человек может побыть самим собой снять стресс выпустить пар покричать посмеяться по улыбаться походить посвистеть чем хочет пять минут день это тоже медитация медитация к нирване как будда и говорил и есть вот это вот нирвана и путь к нему медитация это современная медитация побыть самим собой делать все что ты хочешь снять вот это внутреннее противоречие между культурой который вместе с достижениями формирует у тебя и шаблоны мышления подражательские моменты подражание авторитетом страхом комплексом стереотипом когда все это снимается поэтому вот на рассвете и вот это выговаривание выговаривание я проанализирую что такое психоанализ и понял дело не в анализе конечно там а дело в том что там когда наводит специалиста внимание душе человека на его больную точку тут начинает выговариваться и между словами словами у него поток образуется он выговаривается выговаривается и у него наступает безмятежность освобождение опять то же самое нирвана психологов это называется исповедь ну да вот да да исповедь но мы же специалисты мы это изучаем с точки зрения психо киберметики стресса коллеги на самом деле вот в данном случае мы с вами видим конкретный пример человека творческого ну то что неординарного много раз говорил о том что собственно когда человек немножко взрослеет очень важно чтобы он достигал каких-то результатов по возможности пробовал назидательно там находить какие-то найти был такой неудачно и твой то что в подъезде не было девушек то старушки у подъезда называли сантехника петрова команды но потому что они когда там сидят они называют им проститутка либо наркоман но не словами возраст когда приходит надо как-то себя развлекать есть дело в первую очередь касается такого социального вакуума начинает понимать что жизнь прожит она жить прожит в случае когда мы имеем дело допустим с когда я говорю о хасай магомедович это все совершенно другая история потому что который наш самое главное нашел себя в помощи возле я уже говорила ты раньше еще растут это некоторый выход мудрость причем такой глубинную мудрость который вот к чему должно стремиться нет как бы сказать очень сильно взрослых и все мы немножко взрослых слегка там по-разному на самом деле с возрастом вот в данном случае могу сказать одно что это мудрость она глубине и это очень важный момент потому что я никоим образом не хочу вас там захваливать не захваливать это абсолютно меня даже был бы неприятность так как я то чувствую как я здесь очень важно это гудунная мудрость любовь к нему способность видеть суть и способность помогать не только как врач даже при помощи картин всем не даже при помощи картин а при помощи картин также как и врач потому что мне кажется сами целительным здесь есть эмоции здесь есть переживание есть состояние которое действительно совершенно другое эмоциональное переживание чувственное переживание дают для человека который вас как бы воспринимает эту картину живем и разумеется это давит совершенно правильный и должный эффект еще здесь вы ваших картинок очень хорошо объясняете суть что для меня очень интересно и важно потому что сейчас я дописываю одну книжку там как раз в начале этой книжки я писал когда имя человека обозначает суть того чем мы имеем дело в каждого предмета у каждого объекта у всего что здесь мире имеется свое имя я как раз хочу сказать что у меня одна дама сказала об этом про моего имя что был хасан и хусей а у тебя оставили имя хасай окончание такое незавершенное потому что ты и там и там это как раз таки связано с пророком мухаммедом поэтому я хочу сказать еще всем что курить друзья вредно я например курить начал потому что когда я влюбился в свою татьяну меня родители мои чтобы как-то разорвать наши отношения а мне было совсем я был юный она конечно не они не против татьяны были они были за меня это естественно они боялись потому что я же в дагестане жил вы представьте себе у меня русская люблю я был русскую девочку на четыре года старше они боялись они меня отправили в школу доучиваться в сельскую батлаич фунзарского района а там я меня вызывает каждый день школьной доске показать детям как надо учиться потому что городской мальчик я там три месяца доучился они мне обманули сказали что аттестат сельский есть и медицин хочет поступить быстрее поступишь я там все время думал о татьяне как она там что она там и как они все время удивлялись учителя почему так плохо учусь и тут получилось что я вечерами у меня друг появился аду мы с ним сидели или хинкал ноги выставляли на стол это окно по началам напротив этой школы и курили помир потому что в сельском сельспо это был помир и пилет водку старка рюмочку пили нель этот хинкал тогда научился курить это в жизни не курил и не курил бы никогда но именно из-за этого и закурил а потом когда у меня операция получилась мне врачи сказали ты резко не бросай потому что если ты имею два инсульта и операцию еще и курить резко бросишь у тебя будет третий инсульт это к чему говорю чтобы человек который смотрит наши с вами встречу друг не подумал что я подаю положительный пример это не положительный пример это отрицательный пример это те шишки которые мы жизни еще не зная того чего знаем сегодня и поэтому я пользуюсь моментом как раз таки отвечая на вопросы дмитрия анатольевича уважаемого как раз таки об этом говорю друзья не курите вы не пейте а занимаетесь вы творчеством потому что творчество это такое явление которое помогает вам выпустить пар из оставаться самими собой а каждый из нас творец поэтому имейте больше любимых дел чем больше любимых дел вы имеете тем больше точек опоры когда человек находит себя в творчестве и непривычном для себя когда изначально вроде бы не было обучения как художника да и это приходит сама потому что нет границ потому что собственно ты можешь себя выражать так как нужно целесообразно из наверное еще могу включить один момент все таки про освещение психолог они очень похожи по сути потому что не поставь много опасность первая опасность в горами усталость охране человеческого сильно мы конечно психологии называем как феномен бурнаута выгорания логическое выгорание все люди повторюсь как бы да не среди нас ни одного такого абсолютно святого который в темноте светится в чернобыльске яфти и обычно в этом особая глубина и особая суть потому что каждый из нас имеет возможность и пробовать там подстраиваться почувствовать себя и стать сам и просто это когда мы говорим у хасаи магомедовича это вот такой пример стать собой да с одной стороны я объясняю да немножко это компенсация почему-то тому старюсь помните платы да вот жизнь человека всегда подталкивает тому чтобы он себя совершенству вот по природе человек ленив он не будет там дел хотя знает на своем ограничене наскому я знаю несколько лет май что и раньше не было настолько сильно связано с линию просто там немножко другие момента были но просто сейчас то бывает что жизнь подталкивает к тому чтобы человек начинал искать себя в новых проявлениях новых и поставь и они новых возможностях самовыражения данном случае все таки вот ваша картина для меня конечно это с одной стороны это люди с которыми вы общаетесь это их внутренняя суть болезни это выздоровление это выздоровление крайне сказать это это здоровье это понимание гармонии есть по-разному и самое главное что меня всегда очень сильно удивляет ярких если только не красную губу у женщин вот но это немножко эмоциональность в остальном сдержанные тона но если внимательно посмотреть по сочетанию они очень гармонично нашим сочетаются друг с другом если внимательно настроиться на это волну это чисто трансовое воздействие трансовое воздействие на подсознание воспринимающего который дает должное в данном случае вы продолжаете быть доктором даже тогда когда вы рисуете нет я не о том что все доктора должны рисовать не дай бог пускай лучше пишут у них очень замечательный так легче будет вот я в этом плане немножко по-другому говорю что вот в ряде случаев это бывает весьма важно и существенно это это очень хороший вариант чудесно пояснилось недавно не общался с одной моей коллегой объяснял что врачей я делю на вторых стоящих докторов врачей точнее да и скулапов для меня это не нарезать скулап это что-то вроде платного врача который делать что он что-то там делает я понимаю что это имя собственное но к сожалению для меня это именно риса теленая также как педагог которого я уже традиционно уже много раз об этом говорил педагога трав древней греции когда мне говорят что их прекрасный педагог или вы знаете ли мне это очень не сомнительный комплимент не заинтересован в результатах своего творчества своей деятельности творчество раба может быть учитель учительский врач и целитель может не важно какой ипостаси у тебя проявляет это может быть вербальное общение нотальное общение это может быть воздействие посредством цветов посредством картин да пожалуйста это может быть допустим воздействие посредством литературных возьмите булгар а там тоже история может по обратно другого не трогай для на всякий случай объясняет не сбывайте что его отец был все-таки профессором богословия удивительно что его сын стал заниматься некоторыми темами которые были связаны с земли адой он дописывают это не просто так там было слишком много флактуации которые тоже наводит нашли тому но он посредством изображения этих довольно неприглядных и страшноватых персонажей что-то объяснил это вы больше в зодчинкова увидит это зодчинка 20 лет советской власти не 2015-16 лет практически изображать такого приглядного советского сатирика как бы мы сейчас сказали и только потом власти догадались что он издевается потому что он изображает такую пошлость это вот смещанскую пошло ту которая вот может быть только то есть он же если посмотреть на его происхождение посмотреть на его звание а мало кто знает что звучит к этого что-то белый совсем не смешно такое своеобразное чувство юмора когда пошлость начинает преобладать на главном но возвращаясь в булгакову все-таки врач который старался описывать до 100 написал мутоска и глядя на эти метастазы с юмором как он описывал мы видим что это частично смешно это же самое как сейчас мы можем смотреть на какие-то страшные фотографии болезней а что иногда суть этих болезней бывают есть массовообразно данном случае когда мы говорим о творчестве касаемо раньше немножко другая история совершенно врач описывает выздоровление абсолютно не то что может быть негатив выздоровление эмиссии путь к выздоровлению состояние эмоциональное состояние вот что более важно если бы здесь были картины в стиле мунка допустим да ничего подобного тут вообще с мунком никак не связано ничего подобного здесь что в первую очередь мы видим у каждой из нас может из нас может выйти свое национальное внутреннее гармоническое состояние вот такая вот история такой вот своеобразное творчество так что здесь каждый по-своему но повторюсь наверное все таки среди врачей когда мы говорим о врачах художниках есть еще и целительное творчество это более важно нежели чем объяснять какие-то негативные моменты которые и так очевидно бывают этим журналиста любят традиционного на злоупотреблять обозначая какие-то зоны и прочие политики вот здесь это очень важный момент который для меня весьма ценен я думаю коллеги вот когда вы смотрите на картину касаемо гоменча я сделаю ссылки на картины где они опубликованы за мучилась есть такие ресурсы где-то есть ведь картина сканированы конечно наташа покажи пожалуйста книжку покажи ссылка у нас была вот после этого видео последняя моя книга которая называется новые приемы включая черные белые стороны черные дыры страха там как раз таки мои картины опубликованы сейчас я покажу вот эта книга здесь не говоря не только я это целый организм там вся наша школа представлена там советы по методу ключи которые разрабатывали участники нашей школы их советы тоже там есть сейчас я покажу картину вот например картины здесь вот это вот картина вот замечательная вот она свидание у забора называется и там сверху птица смотрит на них он ей букетик цветов дарит а у нее щечки такие скромненькие порозовевшие свидание у забора а это танец танец персидская впечатление что-то персидская наверное похожие на то и на то сейчас я покажу еще какую-нибудь картину здесь а вот моя жена называется портрет жена художника поджимая художника вот она татьяна я не знаю видно ли там вине а вот очень замечательная картина над вечностью это вот вот они над вечностью поющие над вечностью мужчина-женщина поющий над вечностью поющие над вселенной она так называется поющий над вселенной тут много разных картин а эта картина которая называется глазами вселенной но у меня много картин я в свое время раздал 400 картин своим друзьям а теперь я эти картины буду выставлять еще на следующей выставке у меня много выставок последняя была в девятнадцатом году в гимон сейчас я буду выставлять двадцатого числа две картины вместе с молодыми художниками будут выставлены в очень проходном таком месте там сотни тысячи людей проходят такой какой-то огромный большой торговый центр ко мне как раз девятнадцатого приедут две картины выбрать туда поставить я хочу теперь эти картины продавать за дорого раньше всем дарил а теперь продавать за дорого потому что помощь в интернете я оказываю бесплатно всю работу я делаю помогаю стражащим бесплатно а иногда вебинары очень такие доступные а картины пускай это же материальный объект но кто хочет купить не хочет не купит и эти деньги пойдут на развитие нашей школы чтобы сократить кризисы и войны на планете земля и потребности в лекарствах сократить потому что все лекарства все гормоны эндорфины и все остальные в нашем организме есть и когда человек выходит из стресса где он находится в адреналовом мобилизованном состоянии порой его замыкаете он зависает ему надо перезагрузиться и вот эта медитативная техника живописи и новеллы и все это есть по существу медитация выход к тому чтобы выпустить пар прийти к самому себе а что есть сам себе сам человек быть собой это счастье а быть собой это что это быть творцом и поэтому когда занимается любимым делом человека именно в этом он видит смысл жизни когда у человека есть любимое дело занимаясь им он видит в этом смысл жизни или любимые дети или любимые песни любимое рисование или любимое обучение других людей любимое дело вот оно в чем смысл так мне представляется спасибо вам большое за защищенную содержательную беседу я думаю что это моего канала и вашего канала и вообще все кто смотрите думайте соотносить это очень ценно и очень важно и очень вам благодарен дмитрий анатольевич еще раз повторю что это для меня большая честь что мы вместе с вами делаем встречу спасибо вам большое и всем рекомендую чтобы смотрели ваши видеоматериалы которые вы делали их много-много этих видео посмотрите дмитрий смыслов это очень очень пользительно оздоровительно и познавательно посмотрите пожалуйста вас рекламировать бессмысленно потому что вас знают очень хорошо и это гораздо более ценно и важно в данном случае наверное просто обнимает спасибо просто даже доктор олив уже как-то слишком известны и слишком знакома для нескольких поколений наших поэтому здесь потому что возраст уже такой у меня правнуком на максимке четыре года другому годик скоро я уже прадедушка я этим горжусь что мы соединяем взрослый ум с нашей детской естественностью любимых делах поделись как раз признак циклическое время помните как у раба раз меня кусающий собственный хвост она случается повторяется то что сейчас происходит и моля связано напрямую с кавказом связи оказывается более я много раз я много раз предлагал когда 25 лет москве руководил центром защиты от стресса я много раз предлагал что вот я из дагестана из многонациональной республики которых одних коренных национальностей как вы знаете там десяток которые я ошибаюсь мне кажется больше официально 52 на самом деле кажется больше да я говорю что это кузница межнациональных отношений у которых весь мир должен брать тоже как пример и работая в москве я уже всем предлагал что я из дагестана а у меня москвичи получают помощь и дети их и взрослые из 105 городов снг ко мне приезжали специалисты готовится просто я живой пример и как инвалид и как художник и как писатель и как психолог и как врач я я просто подаю живой пример это то что лежит в каждом из нас каждый из нас должен быть таким разносторонним я помню что раньше в древности и пушкин рисовал на полях своих произведений женские головки и свои портретики всем все все мы творцы чтобы открывали себя после наше будущее внутри нас а вот такой вопрос а скажите для слушателей какие у вас национальности народности дагестана в роду потому что у меня папа варить из фунзахского района населения бакла еще он 19 лет ушел на войну вернулся капитаном был там начальником половины нашего города жили мы в подвале ну честные люди а потом значит у нас мама моя хотя она считала что она кумычка на самом деле ее мама тоже я занят извините хотя я папа варец мама кумычка ее мама тоже была варка ну то есть вот такая смесь кумыкско-аварская а мама у меня была деканом филологического факультета 20 лет в педагогическом институте махачкалы и вела советскую литературу деканом было так что вот такое сочетание национальности и образовательности спасибо за беседу сегодня что нас с вами беседу интересно бывает очень надеюсь что мы с вами решили ничего запишем достаточно интересно и важно а все нормально сегодня я хотел чтобы немножко с вами поговорили как раз о вашем творчестве вашим профессиональным мне кажется достаточно интересно и попытно познавательно электром плане назидательно только хорош с точки зрения того как себя вести там что делать делать а в компании что на что обращать внимание что может быть важно чтобы сохранить себя и бессы она за творчеством заниматься чем больше тем лучше спасибо вам дмитрий алис